Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В общем, я была в восторге Самое главное, чего я не хотела Я не хотела документальности Потому что, что я действительно знаю про это время И чем дальше мы от этого времени Тем... Это становится все мифом И мы исследуем миф Ну вот вы увидите какие-то детали Мне кажется, они звучат сейчас И они могут быть в каком-то интересном конфликте Вот мы вот на этом балансируем Но прям чтобы мы искали документальности Такого точно нет Ведом? Да, все кемо Кемо Мы напьемся на пьянке И будем бить посуду Да, кемо? А это идея Это идея За... Те... Да За будущие 15-е В 1935-е В 1936-е В 1938-м Мы будем праздновать с тобой пятилетие Интересно А что с тобой будет в 1938-м? Не знаю Я не знаю Мне кажется, что всю молодежь Что тогда, что сейчас И вообще во все, мне кажется, времена Ее отличает такое, как бы Чувство, что нужно новаторство Нужно что-то новое Нужны новые горизонты И как раз Молодежь 30-х годов Они все амбициозные Они хотят делать новый мир Новую страну То есть у них прям актив Что-то строить, менять И это, мне кажется, объединяет вообще всю молодежь в целом И это нас роднит Таня, она Немного отличается от Остальных Представителей Как бы Молодежи в этой пьесе Как раз таки Потому что Изначально она Хочет просто Любить И быть любимой И Для того времени это немножко Несвойственно То есть Как будто даже порицается Что ты должен работать Ты должен Развиваться Ты должен строить карьеру В этом и Мне кажется Образ есть Что она как такая Белая ворона В этом Обществе строителей Инженеров И работников Она одна Для чувств Как будто Вот Как-то так Поэтому Как раз на этом контрасте Мне кажется У нас немножко явилась работа Что она отличается Прямого персонажа Если человек сейчас Движется к успеху То это мы обязательно говорим О том Что он Сделает все Чтобы у него Было много денег И прекрасное состояние Отличная машина И так далее То успех того времени Это немножко другая история Это Все-таки партия Это какая-то общая идея И так далее И так далее Но Проблемы Все так же остались Люди Не Понимают Друг друга Находятся в какой-то Бесконечной Своей работе В каких-то своих делах И не видят просто Что происходит вокруг А трогают меня Больше всего Конечно Здесь Таня И эта история О том Как человек Все-таки Не сломался И смог Ну скажем так Переродиться Не случайно Арбузов пишет Об этом в самом начале пьесы Я рожден для того Чтобы погибнуть И вновь родиться Я думаю Что Это и сейчас актуально Вот это перерождение Пьеса очень бытовая Это очень такая Советская пьеса Такая плотная Но если бы мы ее играли Именно вот В том По тому принципу Как это делалось раньше Мы бы ее играли Часов в шесть Вот А Ирина предложила Такое очень интересное Решение Что вы будете Отбыто И больше сосредоточиться На каких-то внутренних вещах На Именно На Внутренних вещах Персонажей То есть Обрамляя Это все Какой-то внешней оболочкой Которая Зрителя Окунает Как бы в то время В ту эпоху Какими-то символами Знаками Образами На самом деле Это пьеса о любви Это пьеса О препятствиях Для того Чтобы прийти к этой любви Это пьеса Становления человека Самое главное Что мы стараемся Рассказать О том Как Люди Пробирались Через все Вот это вот Время Через какие-то Вот эти вещи Но все равно Оставались людьми И продолжали Любить друг друга Независимо Ни от чего И мне кажется Это самое дорогое Я думаю Что у нас все получится Алексей Иванович А у вас никогда Нет у вас сына Нет Мне почему-то Очень сложно Оставить мальчика Навезем вам чужого Сегодня вернется Его отец Вы его знаете Да Он был моим мужем Татьяна очень чистый Добрый человек Ну это в общем Судьба любой женщины Я считаю Она олицетворяет Русскую женщину Все женщины такие На самом деле Судьба женщины Которая Хотела любить Но Не все у нее в жизни Получилось Мне очень понравилось Такие живые актеры Все так ярко Все так замечательно Душащипательно Такие эмоции Да Актеры замечательные Мы всегда ходим Нам очень нравится Актеры Шедевральные Прям вот им Большое браво Игра актеров Она прям до глубины души Затрагивает Я плакала Я смеялась Я испытала Целый спектр эмоций И поэтому Это представление Наверное Это спектакль Один из лучших Который я видела В этом театре Это затронуло В самую глубину Дало о многом Задуматься Мы Пообсуждали Повпечатлялись Сделали выводы Для себя На жизнь Сегодня этот спектакль Очень актуален Потому что он связан С женской судьбой С материнством И очень символично В такую погоду И в спектакле Спасибо вам, Метель Спасибо большое Приятно Радостно было Наблюдать за людьми За игрой актеров Такие талантливые ребята У нас здесь Вообще Молодцы Нам очень понравилось Редактор субтитров А.Семкин